Иное измерение русской культуры. Василий Андреевич Жуковский. Писатель в обществе. Читает Евгений Бразов-Брюшковский. Положение писателя в большом свете кажется вам затруднительным. Вы говорите, что он не должен надеяться в нем успеха, мнение слишком неограниченное. Вопреки ему, позволяю себе утверждать, что и писатель наравне со всеми может с успехом играть свою роль на сцене большого света. Прежде всего, определим для самих себя, что называется обыкновенно большим светом. Что значит иметь в нем успех? Какими средствами успех сей приобретается? Слово «большой свет» означает круг людей отборных, не скажу лучших, превосходных перед другими состоянием, образованностью, саном, происхождением. Это республика, имеющая особенные свои законы, покорная собственному, идеальному и всякую минуту произвольно сменяемому правителю – моде, где существует общее мнение, где царствует разборчивый вкус, где раздаются все награды, где происходит оценка и добродетелей, и талантов. Вообразите, множество людей обоего пола, одаренных от фортуны или избытком, или знатностью, соединенных одни с другими естественной склонностью к общежитию, поставляющих целью своего соединения одно удовольствие, заключенное в том, единственное, чтобы взаимно друг другу нравиться. И вы получите довольно ясное понятие о том, что называете Большим Светом. Следовательно, светский человек есть тот, который имеет сношение, всегдашнее и более или менее тесное с людьми, принадлежащими к Большому Свету, которому обыкновения и законы сей идеальной республики известны в точность. И тот единственно, кто, пользуясь удовольствиями света, умеет сам доставлять их. Кто, обладая общими, от всех признанными за действительные способами нравиться, имеет сверх того собственное, одному ему свойственное и заключающееся в особенности его ума, характера и способностей. Тот единственно, говорю, может с одобрением играть свою роль на всем обширном театре, где всякий есть в одно время и действующий, и зритель. Два рода успехов светских. К первому надлежит причислить сии мгновенные торжества, приобретаемые блестящими, но мелкими средствами. Представьте человека, устремившего все мысли свои на то единственное, чтобы нравиться всегда, во всяком месте и всем, наружностью, одеждой, красноречием языка, лица, движений. Он с удивительным присутствием духа обращает на пользу свое всякое обстоятельство, умеет в разговоре своем быть и забавным, и важным. Не подражаем в мелких вещах, в искусстве рассказать привлекательный быстро анекдот или новость, или повесть, оживить своей изобретательностью общественные забавы, представить важное смешным или смешное важным, сказать приятным образом лестное слово. Он перелетает из одного общества в другое, одушевляет каждое мгновенным своим присутствием, исчезает в одном, чтобы явиться в другом, и снова исчезнуть. Такого человека называют любезным. Ищут его для того, что он нужен для увеселения общественных. Он имеет в свете успех. Никто не думает о моральном его характере. Ему благодарны за то удовольствие, которое доставляет он другим в ту минуту, когда он с ними. Другого рода успех, более твердый и с большей трудностью приобретаемый, основан на уважении, которое имеют в обществе к уму и качествам моральным. Чтобы заслужить его, необходимо нужно усовершенствовать свой характер, иметь правила твердые, рассудок образованный, быть деятельным для блага общего. А с всеми важными преимуществами надлежит соединять и мелкое, совершенно необходимое для приобретения от общества благосклонности, искусство обращаться приятно. Конечно, тот, кто имеет в виду одну благородную цель, заслужить всеобщее уважение качествами и поступками превосходными, отстанет в некоторых мелочах от человека, употребившего все дарования свои на то исключительно, чтобы усовершенствовать себя в искусстве быть приятным. Конечно, некоторые мелкие способы последнего могут быть или неизвестны первому или оставлены им без внимания. Но в том же самом обществе, в котором последний будет восхищать других своей любезностью, тайное предпочтение всегда останется на стороне первого. К нему будут привязаны чувством постоянным, чувством, которое не уменьшится и в его присутствии, ибо своим обхождением простым, но приятным. Он будет соответствовать своему характеру. Понятие о человеке только любезном должно меняться с теми обстоятельствами, в которых он представляется обществу. О нем не имеют общего мнения. Привязанность к нему или уменьшается, или исчезает в ту самую минуту, в которую он сам скрывается от ваших взоров. Он должен непременно быть на сцене, чтобы могли о нем помнить или ему удивляться. Теперь спрашиваем, почему писателю невозможно искать в обществе успеха? И звание писателя противоречит ли состоянию человека светского? Вы скажете, может быть. Всякий писатель обыкновенными занятиями своими слишком отделен от жизни светской, шумной, разнообразной и неразлучной с рассеянностью. Согласен. Если под именем светской жизни, разумеете вы, скучное состояние праздных, которые посвятили себя одним удовольствием общественным, которые беспрестанно живут вне себя, не имеют ни занятия собственного, ни должности государственной, которых девиз «Быть приятными без пользы», а иногда и «Совредом другим». Но вы видели, что успех в свете не эфемерный, но истинный и продолжительный, соединен необходимо с деятельностью полезную и качествами высокими. Нет человека, который назывался бы просто светским. Каждый имеет или должен иметь особенное занятие, которое на время отделяет его от света и требует уединения более или менее продолжительного. Многие подчинены обязанностям по службе и все вообще семейственным заботам. Обязанность писателя привязывает его к уединенному кабинету, но разлучает ли она его с обществом и может ли воспрепятствовать быть ему членом большого света наравне с другими, имеющими каждой особенные свои заботы и должности. Конечно, писатель, так же, как и все, избравшие какую-нибудь важную цель, не может приобрести всего легкого, приятного блеска, которым украшены люди, почитающие, так сказать, единственным своим ремеслом искусство жить в свете, но он обладает способами нравиться столь же действительными и, без сомнения, благороднейшими. Писатель, потому единственное, что он писатель, лишен ли качеств человека любезного, будучи одарен богатством мыслей, которое умеет выражать лучше другого на бумаге, должен ли он именно потому не иметь способности выражаться с приятностью в разговоре? И, обращаясь большую часть времени в своем кабинете с книгами, осужден ли необходимо быть странным и неискусным в обращении с людьми? Не думаю, чтобы одно было неизбежным следствием другого. Вы утверждаете, что автор, вступая в общество, должен быть непременно жертвою коварного любопытства мужчин и взыскательного самолюбия женщин. Мнение сие, почитаю, не совсем справедливым. Писатель светский человек, будучи всегда в свете, не может возбуждать особенного внимания именно потому, что лицо его уже знакомо и что он играет одинакую роль со всеми. Роль собеседника, применяющегося к другим своим обхождением, своей наружностью, своим тоном. В свете не любят отличий, неохотно показывают удивление и редкий бывает в нем предметом любопытства, которое само по себе есть уже знак отличия. В свете ни от кого не требует много, может быть, потому, что высокие требования неразлучны с признанием великого превосходства, а люди, особенно светские, хотя вообще справедливые, не любят никогда обнаруживать такого признания. Прибавим, писатель имеет в обществе существенное преимущество пред людьми более светскими. он может порядочнее и лучше мыслить. От умственной работы, которой посвящена большая часть его дня, приучается он обдумывать те предметы, которые светский человек только что замечает. Будучи весьма часто один с собою, он имеет гораздо более времени возобновлять воспоминаниям то, что видел глазами. Привычка приводить в порядок, предлагать в связи и выражать с точностью свои мысли дает понятиям его особенную ясность, определенность и полноту, которых никогда не могут иметь понятие человека, исключительно занимающегося светом. Последний по причине разнообразия предметов, мелькающих мимо него с чрезвычайной и быстротой принужден, так сказать, ловить их на лету и устремлять на них внимание свое только мимоходом. Уединение делает писателя глубокомысленным. В обществе приучается он размышлять быстро и, наконец, заимствует в нем искусство украшать легкими и приятными выражениями самые глубокие свои мысли. Конечно, всякий писатель от образа своей жизни более или менее ограниченного должен быть несколько других отличен. Но разве отличие и странность одно и то же? И некоторое несходство с другими, если оно не разительно, а только что заметно, разве не имеет своей приятности? Человеку естественно любить разнообразие. Привыкнув мешать уединение со светской жизнью, писатель удобнее других может сохранить особенность своей физиономии. Конечно, он будет иметь с другими некоторое превосходство, но в то же время не отделится от них резкою, следовательно, неприятную, с ними противоположностью. Оригинальность, разумеется, натуральная, неподдельная, имеет в себе нечто любезное. Например, задумчивая молчаливость, если она, впрочем, соединена с приятным умом и не происходит ни от неловкости, ни от угрюмого характера, понравится именно потому, что она служит легкой противоположностью веселому и слишком ветреному многоречию людей светских. Отчего же, спросите вы, большая часть писателей не имеет никакого успеха в свете, неловки в обращении и вообще менее уважаемы, нежели их книги? От трех причин, из которых две, общие писателю со всеми. От страстной привязанности к своему искусству, от самолюбия, от ограниченности состояния. Всякая страсть, наполняя человеческую душу предметом единственно ей, любезным, отделяет ее от всего внешнего и сему предмету чуждого. Например, взгляните на страстно влюбленного. Каков он в обществе? Молчалив, рассеян, на лице его написано задумчивое уныние, светская принужденность для него мучительна. Мысли его там, где его сердце. Начните с ним говорить, он будет вам отвечать несвязно или без смысла, он скучен, тяжел и странен. Таков честолюбивый, преданный тайным своим замыслам. Таков и писатель, исключительно прилепленный к своим идеям. Он неохотно является в общество и находясь в нем, всегда бывает от него в отсутствии. В шумную толпу людей переносит он уединение своего кабинета. Он не способен применяться к другим и часто оскорбляет их своим рассеянием или грубым пренебрежением обыкновенных ему одному неизвестных приличий. Не может говорить приятно, потому что не способен внимательно слушать. В то время, как вы с ним говорите, он может быть занят разрешением философического вопроса или описывает воображение спокойный вечер, тоску осиротевшей любви, очарованный замок Альцины. Воображая, что предметы ему любезные для всех одинаково привлекательны, он утомляет ими ваше внимание и перестает вас слушать, когда начинаете говорить ему о том, что важно для вас самих. Имеет ли такой человек нужду в обществе, которое, можно сказать, для него не существует? Он обитает в особенном ему одному знакомом или им самим сотворенном мире. Существа идеальные всегдашние его собеседники. Он ограничен в самых естественных своих потребностях. Все то, что ему нужно, находится в нем самом, в его идеях, в мечтах его воспламененного воображения. Другую причиной неуспехов писателя в свете, полагаю, чрезмерность самолюбия, свойственного ему со всеми другими людьми, но вообще в писателях более ослепленного, приметного и смешного. Например, взгляните на людей светских. Один, обманувший несколько слабых или ветреных женщин, уверяет себя, что уже ни одна из них не может быть для него непобедима. Он странен своим излишним уважением к самому себе, своей самолюбивой надежностью на красоту свою и любезность. Другой, сказавший несколько острых слов, замеченных в одном обществе и повторенных его друзьями в другом и третьем, обманывая себя самолюбием, не открывает рта без того, чтобы не сказать остроты. Ищет за каждое им произнесенное слово лестного одобрения в глазах своих слушателей и вместо того, чтобы нравиться, бывает осмеян. Таков и писатель, сделавшись славным по некоторым превосходным сочинением, он входит в общество торжествующим, он требует от других удивления, как дани, ему принадлежащий. Он говорит решительно, воображая, что мнения его должны иметь перевес, что его ожидают, что оно не может не быть принято с уважением. Гордяся авторскими успехами, он смешивает их с успехами светскими и вместо того, чтобы применяться к другим, воображает напротив, что другие должны применяться к нему. Вы смотрите на него пристально. Он думает, что вы ищете на его лице того великого ума, который сияет в его творениях. А вы молчаливы при нем. Это от робости, чтобы не сказать в присутствии великого человека чего-нибудь глупого. Вы разговорчивы. Какое сомнение. Вы хотите отличиться при нем красноречием, познаниями, остроумием. Два человека ему незнакомые шепчут, сидя в углу. Один из них без всякого намерения на него взглянул довольным. Они о нем говорят. Они удивляются и прозе его. И стихам они в восторге от чрезвычайного таланта его. Такой человек должен натурально казаться педантом, смешным, тяжелым, неловким. Он вооружает против себя самолюбие, подвергается гонениям зависти и, отделяя себя от толпы для того, чтобы ему удивлялись, становится напротив предметом колких насмешек и наблюдений коварных. Прибавим, самолюбие автора гораздо заметнее и смешнее самолюбия прелестников, остряков и им подобных, тонкого, искусного и более скрытного. Они всегда в свете, следовательно, и самые странности их менее разительны. Вся суетная гордость прикрыта маскою простоты. Они только изредка себе изменяют. Напротив, писатель, будучи весьма часто один и, следственно, сохранив более собственного в своем характере и обращении, отличнее от других и в смешном, и в странном. Светский человек, научившись замечать по многократному замечанию за другими, смешную сторону собственного своего самолюбия, умеет ее и украшать цветами приятного. Писатель в этом случае простодушнее. Будучи невнимателен к другим и слеп к самому себе, он не старается и не умеет скрывать самолюбие своего следственно, обнаруживает его во всей его странности. Третья причина случайная ограниченность состояния. Она может мешать писателю наравне с другими пользоваться выгодами и удовлетворять требованиям светской жизни, лишенный способов играть одинакую роль с людьми, одаренными избытком, и, будучи не в состоянии доставлять им те удовольствия, которые сам от них получает, писатель, которому вместе с дарованием досталось в удел и бедность, принужден являться в общество изредка, и то не иначе, как зритель, не имеющий никакой тесной связи с действующими на сцене его лицами. Сия необходимость быть простым зрителем препятствует ему приобресть искусство обхождения, познакомиться с приличиями, узнать все нужные обряды светской жизни. Он не имеет ничего общего с людьми, составляющими большой свет, отчужден от них своим состоянием, своими обстоятельствами, для них неизвестными. Являясь на глаза их оретка, он всегда кажется им новым лицом, следовательно, всегда обращает на себя их внимание. Но внимание производимое не достоинствами личными, а только новостью предмета, простое, может быть, оскорбительное любопытство. Чувствуя свое одиночество и свое неравенство в способах наслаждаться светской жизнью, даже с такими людьми, которые во всем другом его ниже, но поддержаны в свете или богатством, или знатным родом, чувствуя свое невежество в науке жить, неизвестный всегда тому, кто имеет и может только иметь сношение с большим светом, он делается робок, недоверчив к самому себе, следовательно, и неловок, и странен. Неприятность играемой в обществе роли прилепляет его час от часу более к уединению час от часу более отчуждает от света, и, следовательно, делает его час от часу неспособнее иметь в нем какой-нибудь успех. Но писатель, который от ограниченности своего состояния не имеет способов наслаждаться приятностями большого света, уже ли должен почитать потерю свою весьма важную? Нет, конечно. Светская жизнь имеет много привлекательного, но только для тех, которым даны средства пользоваться всеми ее преимуществами без исключения. Человек, желающий, несмотря на препятствия, бедностью ему положенное, оспаривать у сих счастливцев удовольствие, на которое, так сказать, сама фортуна дала им полное право, получит в награду одно оскорбительное чувство собственного бессилия. Писатель с дарованием истинным щедро вознагражден природою за все обиды пристрастной фортуны. Имея в виду одни благородные занятия мыслящего, богатого чувством и любовью ко всему прекрасному человеку, он будет в тишине души довольствоваться скромным своим уделом, своею деятельностью в малом круге. Он будет довольствоваться распространением своего ума и ограничением своего сердца. Утрату разнообразия в удовольствиях заменит он продолжительностью их и полнотою. Для него человеческое общество разделено будет на два круга. Один обширный, в который он входит изредка с твердой решимостью быть просто зрителем, спокойным, холодным, без всяких честолюбивых требований и надежд, без всякого соперничества с людьми, желающими в нем торжествовать, равнодушный к собственным своим неуспехам, желающий единственное приобретение некоторых новых понятий, некоторой образованности, необходимой его таланту. Он будет незамечен, это верно, зато не будет и странен, ибо в свете находят странными одни усилия самолюбивых, бесполезно желающих отличить себя пред другими каким-нибудь превосходством. Тихая скромность будет его украшением. Вся деятельность его всем круге ограничится единственно тем влиянием, которое он может иметь на него посредством своего таланта. Другой круг тесный, если тот, в котором он счастлив, любим, и любит, где он имеет успех без всякого усилия, не прибегая к утонченному и коварному искусству, там его уединение, где он наслаждается жизнью, в труде безмятежном и полезном, где он беседует с самим собою, где он высокими чувствами и мыслями совершенствует душу свою, где он вверяет бумаге сокровище собственных мыслей и чувств для пользы современников, быть может, и для пользы потомков. Там его друзья, соединенные с ним одинакою деятельностью, сходством жеребия, склонностей, дарований, их строгая разборчивость его образует, их благодетельное соревнование животворит в нем творческий пламень, в их искренней похвале его воздаяние и славу. Там, наконец, его семейство. Для писателя более, нежели для кого-нибудь, необходимы семейственные связи. Привязанный к одному месту своими упражнениями, он должен около себя находить те удовольствия, которые природа сделала необходимыми для души человеческой. В уединенном жилище своем, после продолжительного умственного труда, он должен слышать трогательный голос своих любезных. Он должен в кругу их отдыхать, в кругу их находить новые силы для новой работы, не имея вдали ничего достойного искания, он должен вблизи, около себя соединить все драгоценнейшее для его сердца. Вселенная со всеми ее радостями должна быть заключена в той мирной обители, где он мыслит и где он любит. 1808 год. Читано по изданию полное собрание сочинений Василия Андреевича Жуковского в 12 томах под редакцией с биографическим очерком и примечаниями профессора Архангельского. Том 9-й Санкт-Петербург издания Маркса 1902 год. Санкт-Петербург